Проводим внутренний аутин и проверяем, насколько вы готовы к сертификации, если конечной целью разработки является сертификация системы. Если все готово, то мы совместно с вами готовим необходимые документы, направляем в орган по сертификации. Во время сертификации наш специалист также присутствует в вашем предприятии, с вашей стороны помогает снять какие-то возникающие замечания. Это то, что делаем мы. Здесь также представлены наиболее распространенные несоответствия, может быть кому-то это будет интересно, которые могут быть выявлены в ходе диагностического аудита. И это пересечение потоков сырья и готовой продукции чаще всего встречается, несоблюдение температурно-влажностных режимов, удовлетворительное состояние поверхностей, скопление в цехах чистой грязной тары, отсутствие маркировки, неправильное использование добавок и работы металлогической службы, неправильно налаженная металлогическая работа. Предприятие должно также во время разработки своей системы назначить ответственных людей. Это группа ХАСК, которая будет заниматься внедрением данной системы. И в этой группе должен быть лидер, это координатор группы, он как раз будет координировать всю работу. Это все приказом у вас должно быть оформлено. И здесь представлены те документы, которые требуются обычно в рамках той или иной системы. В целом вот комплект один, где-то побольше каких-то документированных процедур. Что такое документированная процедура стандартного предприятия. Это собственно те документы, которые описывают процессы, которые у вас происходят на предприятии. План ХАСК это самополагающий документ, в котором как раз идет реализация всех принципов ХАСК. И есть еще также политика и цели в области безопасности. Это, можно сказать, самый первый документ, который разрабатывается для того, чтобы задекларировать те цели, которые достигают период руководства, чтобы безопасный продукт производить и выпускать в реализацию. Здесь, в общем-то, представлена схема, как совместно редактировать комплект документов. И здесь также отражены те органы, с которыми мы сотрудничаем, и в которых можно, собственно, проводить сертификацию системы качества. Здесь представлены российские органы и российские системы сертификации. Это ХАСК мясо. И также у нас еще есть комплексная система управления качеством продукции, КСУКП. И есть также международные органы. Мы в основном сотрудничаем с органом немецким ДКС и с французским органом Бюро Беритас. Также в них, если вы хотите, вы можете пройти процедуру сертификации. Вопрос выбора российского и международного органа зависит от тех потребностей, которые есть в предприятии. Иногда кто-то хочет представлять, что это за рубеж, соответственно, принимаются международные сертификаты, и им нужна международная сертификация. Если вы распространяете свой продукт только по территории России, вам вполне будет достаточно и российской сертификации. Сама процедура сертификации длится от 1 до 5 дней в зависимости от объемов производства. И по результатам сертификации оформляется подробный отчет, где выявляются все несоответствия, которые были выбраны аудиторами. И если их достаточно много, то сертификат может быть не выдан. Если их нет, их мало, то подается сертификат. В основном он действует в течение трех лет, и каждый год предусматривается процедура инспекционного контроля. Здесь представлен образец сертификата КАЗ-мяса, который тоже подается в детческом предприятии. Когда происходит процедура инспекционного контроля, так же проверяется устранение всех несоответствий, которые были выбраны в ходе сертификации. Если какие-то несоответствия не были устранены, то органы по сертификации имеют права дозвать действующий сертификат. И хотелось бы еще так же заключение добавить, что внедрение в систему качества – это не только сейчас законодательное требование, это также еще очень выгодно может быть, если внедрять систему правильно и эффективно. Как вы знаете, устранение несоответствий с последующим этапом становится дороже и дороже. То есть, конечно, правильнее внедрять все эти несоответствия как можно раньше. Как раз любая система, основанная на принципах ХАЗ, она это и позволяет делать предприятиям. Все делается в свое время и направлено в первую очередь на предупреждение, в определяющиеся несоответствия. В общем-то, у меня на этом все. Есть ли у вас какие-то вопросы по системе ХАЗ? По системе ХАЗ, это международная сертификация или международная? То, что мы включаем в сертификаты, соответствие на несколько секунд, это даже срокли или что-то? Другое. Тут нужно не путать. Есть подтверждение соответствия продукции, оно либо, либо это декларирование, либо это обязательная добровольная сертификация. Здесь мы говорим о системах качества. И помимо декларирования или добровольной сертификации, сейчас с 1 июля 2013 года предприятие обязано внедрить систему ХАЗ. Сертифицировать вы ее по законодательству не обязаны, но многие это делают для того, чтобы было проще доказать проверяющим организациям, что действительно ваша система действует и она эффективна. То есть сертификат на систему качества, это подтверждение сторонней третьей организации, что действительно у вас есть действующая система. И это пока не обязательно. И это совсем, можно сказать, это другое. Отличается от декларирования и подтверждения соответствия продукции. Тогда у меня следующий вопрос возникает. А стоимость этого сертифицирования и вообще это платная или бесплатная? Наверное, так задать вопрос. Да, конечно, это в общем-то в нашей стране платно, но услуги по разработке системы качества в Подмосковье, они даже компенсируются государством частично. Есть об этом определенные законодательные акты. Вы о нем не сказали. Ну, к сожалению, это все-таки... Мы в Москве работаем, поэтому в разных регионах есть свои схемы по этому вопросу. Это нужно обращаться в местные органы, потому что у всех регионов по-разному. Ну, про Подмосковье я знаю точно, что есть, в общем-то, определенные компенсации. Сама процедура сертификации является добровольной, ее, конечно, никто компенсировать не будет. Она платная. Стоимость здесь различна, зависит от количества процессов, которые у вас осуществляются на производстве, от количества человек, которые у вас работают. Ну, если в целом, то можно сказать, что сейчас стоимость где-то начинается там от 30 тысяч рублей и выше по сертификации. Ну, когда сертифицируют предприятие по производству мяса кроликов, то там должны быть соответствовать ГОСТу, САНПИНу. Все это указано в вашем сертификации, в вашем методе. Это что, повторно должно быть или... Так, вот предприятие получило уже сертификат на возможность производства. Да, на продукцию. А чтобы получить ваш КАСП, надо еще раз все это сделать? Здесь процедура несколько иная. Заявитель, лицо, которое хочет, даже не лицо, а предприятие, которое хочет пройти процедуру сертификации, подает заявку в орган по сертификации. И, соответственно, он предоставляет информацию, что он производит и по какому стандарту он хочет сертифицировать свою систему качества. То есть он сертифицирует не продукцию, а систему качества. И вот у меня вначале были два стандарта, в соответствии с которым как раз и производится сертификация. Ну, вот вы сейчас проскочили там САНПИН, требует по сертификации. САНПИН – это база, которая обязательно для любой системы. Тогда что дальше по ГОСТу используем, САНПИН используем. Что нового у нас тогда? Еще дополнительная надстройка? Вот получается ГОСТ системы качества, управления качеством пищевых продуктов. Вот этот ГОСТ. И то есть там определенный набор документов создается на предприятии. Организационная структура может немножко переделываться. То есть здесь уже такой комплексный подход идет во время подготовки предприятия к сертификации. И описываются критические контрольные точки, которые у вас есть на производстве. Здесь несколько другой подход. И следующий вопрос такой. Подход как? Есть промышленное производство кролика фермы, а есть фермеры. Но они ведь, как называется, фермерское хозяйство у нас там. Ну, и не маленькое, и не большое хозяйство. К ним те же требования предъявляются. Они не смогут это сделать, потому что, значит, если это будет обязательно, то маленькие фермерские хозяйства не смогут получить этот сертификат. Здесь дело в том, что... Ну, по сампинам они не пройдут даже те, вот то, что у них прописано. Если, короче, от них небольшой шип стоит. Если вот такая ферма направляет свою свою, свою свою работу на переработку и на дальнейшую реализацию, они обязаны соблюдать технический регламент о безопасности пищевой продукции, который действует на территории стран таможенного союза, не только у нас в России. И, поверьте, в Казахстане даже с этим ситуацией может быть несколько хуже. И все равно у нас сейчас стремление к тому, чтобы ко всем предприятиям были одинаковые требования. Если ты производишь и продаешь, ты должен это делать в гигиенических, санитарных условиях. Ну, они все-таки подход к фермерскому, это... Ну, хорошо. Я бы хотела добавить, как-то, просто, с того впечатление, что это совершенно необязательно сертификация. На сегодняшний день это уже становится обязательным. Мы вступили в ПТУ, у нас сейчас повышаются требования в стране качества мяса. Значит, этим летом все предприятия, кто сертифицировал свою продукцию, ну, обычные сертификаты на мясо, были... мы приводили... в Московской области, в основном случае. Мы приводили программу производственного контроля в соответствии с требованием ХАСПа. То есть шла рассылка, как бы, по... ну, через управление ветеринарией, как бы. Одна требовала изменить программу, а всех, куда занимается мясо, изменить программу производственного контроля, привести ее в соответствии с требованием ХАСПа. Потом, как бы, вызывать проверку. Росрегустнадзор приходил, проверял это. То есть соответствует и не соответствует. Проверяли наличие всей внутренней документации по заболу, как... Все, что должно быть, как бы... Пока, да, пока не обязательно получать саму сертификацию. Я сам сначала, что мы сертифицировали по ХАСПа. Но соответствовать этим требованиям уже от нас это требует. Вот от нас, да, мне потребовали. Вот. Может быть, какая-то мелкая ферма, которую вообще никто не знает, которую я на учете не ставит. У меня никто ее не бросит. Они на рынке продают свою продукцию, и все. Мария Ивановна, у меня вопрос. Кто требует и какое распоряжение есть на это? На что ссылаться? В управлении ветеринарии. Не могу сказать. Это уже правда. Должно быть какой-то документ, на что же ссылаться. Я вам лично скажу, потом позвоню на это. Я просто не могу сейчас сказать. В управлении ветеринарии рассылалось требования. По поводу документации. То есть основание, вот, да, сам документ, это технический регламент о безопасности пищевой продукции. Он уже вступил в силу с 1 июля 2013 года. Сейчас действительно на предприятии мясной промышленности очень часто рассылают, даже вообще ветеринары тоже, в общем-то, присылают требования о том, чтобы предприятия предъявили хотя бы какую-то информацию по тому вопросу, как у них идет разработка системы ХАЗ. Даже если вы знаете, с 1 мая 2014 года технический регламент на мясо вступает в силу. Конечно, там будет переходный период, он продлится до конца 2015 года. Ну вот, после 2015 года, начиная с 1 января 2016 года, все предприятия, которые подпадают под действие регламента, они будут обязаны, в общем-то, соблюдать и также технический регламент о безопасности пищевой продукции, в котором как раз и есть требования о системе ХАЗ. Сертифицировать, как уже говорили, не обязательно, обязательно соблюдать принципы, которые перечислены в регламенте. А почему это может быть для безопасности от хозяйства? Все-таки, опять же повторюсь, в Подмосковье есть тоже программы по компенсации затрат на разработку этой системы. Вопрос такого характера. Вот Вы сказали, что в процессе необходимо сертифицировать и так далее. А вот на этапе проектирования Вы оказываете конституционную помощь для того, чтобы потом сертификация прошла без проблем? Да, у нас также оказываются услуги по анализу проекта, который Вы можете нам предоставить. Мы можем заранее уже посмотреть, какие там будут потоки, как расставлено оборудование, именно только по проекту. Потом, конечно, в дальнейшем у Вас на практике могут какие-то требования санитологии гиены не соблюдаться. Поэтому как бы все равно диагностически... Это второй этап, это второй этап, вот все по Вашей схеме. Но здесь самое главное, чтобы не допустить того, что уже переделать придется за деньги, за новые. Я Вас понимаю, да. Понимаете, сразу, сразу заложить как бы и в проекте, и оборудование, и то, и все. И потом, насколько я понимаю, требования ИСО значительно выше, чем требования на сегодняшний день по нашей сан, наш сан требует. Ну, правда, не всегда это совпадает. Но ситуация примерно такова. Возможно ли ситуация одновременного сертифицирования с минимальными вложениями денежных средств по данному сертифицированию? Одно преобладающее, ну, если требования выше, да, то достаточно этого для того, чтобы не... Ну, только поставить в известность определенные службы, что такой сертификат есть, и с ними согласованы, не более того. Либо и то, и другое надо получать для того, чтобы выйти нормально, достойно на рынок. Я еще раз повторюсь, сертификация сейчас не обязательно. Обязательно наличие системы... Я понимаю, я понимаю. Если хочется хорошо, надо сделать один раз и хорошо, понимаете? И не вкладывать кучу денег, которые вот расписали там по нарастающей, чтобы переделывать. Я к этому. То есть, насколько вы эффективно можете в этом помочь? И насколько это еще будет затрата? В общем-то, мы оказываем консультации, анализ, как я уже сказала, проектов. И также мы на любой стадии, если только строится предприятие, если оно там уже отстроилось, мы в любом случае оказываем предприятие помощь. На любом этапе. Понятно, спасибо. Я скажу, я добавлю как раз. Сертификация, сертификат качества по мясу, это одно, это качество мяса, проводите исследование вашего образца в мясо, если вы получаете сертификат о том, что ваше мясо безопасно. А эта система о том, что ваши промышленные процессы все безопасны, на самом деле это не настолько затратно и не настолько трудно это соблюсти. Небольшое предприятие вполне способно это все сделать. Имея какую-то конституционную помощь получить, вполне можно разработать документы, вполне можно реально все это соблюдать. Сначала кажется, что это ужасно. Ничего страшного, мы все на практике. На самом деле многие предприятия это делают так же самостоятельно. И, допустим, к нам обращаются только за проведением обучения, чтобы у них были корочки, потому что они тоже требуются, эти корочки, потому что специалисты обучены по принципу МХАС. То есть здесь все зависит от возможности предприятия. Есть еще? Сколько стоит минимальный конфликт вашего обучения в системе МХАС? Здесь все индивидуально, здесь тоже идет расчет от количества групп выпускаемой продукции и от количества персонала. Но цены начинаются где-то от 150 тысяч рублей, именно по консалтингу. Потому что здесь все-таки предусматривается несколько выездов на предприятие. Но, опять же, у нас предусматривается так же и разделение договоров. То есть вы можете какой-то из этапов с нами пройти, остальное все это осуществить самостоятельно. Все? Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо.